Пример того, что вакцинация от коронавируса не терпит долгих раздумий. Жители Ленинского городского округа супруги Дмитрук не торопились делать прививки. Теперь оба об этом жалеют. То, что пришлось пережить, когда болезнь ворвалась в их дом, сегодня вспоминают со слезами. Женщины по статистике болеют гораздо легче, чем мужчины. Но если с вами рядом мужчина, который болеет тяжело, то вы поймете, что... Развитие коронавируса у Александра было молниеносным и осложнено цитокиновым штормом. Сначала лечился дома, но когда ситуация вышла из-под контроля, за сложного пациента взялись врачи ковидного стационара. Сегодня Ольга и Александр на стороне тех, кто делает прививки. Постарайтесь пересилить себя, вакцинироваться и поверить в то, что это очень неопределенная болезнь, которая и самое главное, что она страшная, и самое главное, что она неизвестно, какое оказывает влияние на человека. Пункт вакцинации в гипермаркете Леруа Мерлен организовали не случайно. Согласитесь, очень удобно убить сразу двух зайцев, купить необходимые товары и получить иммунитет. С каждым тем все больше и больше. Интересующие вопросы, насколько эффективна вакцина, при каких заболеваниях ее нельзя делать. Врачи, которые не понаслышке знают о коварстве коронавируса, своим примером показывают, насколько важен коллективный иммунитет. Главный врач в РКБ Бутай-Бутай в прошлом году перенес коронавирус. Второй раз признался доктор – желания болеть нет. Поэтому он приехал в пункт вакцинации, чтобы сделать прививку. Отметил, многие из его друзей и близких уже прошли вакцинацию. Даже отец, которому почти 80 лет, сам пошел, привился. Это все-таки один из способов для того, чтобы не находиться дома, чтобы была возможность выйти куда-то к родственникам, друзьям. Посетитель Леруа Мерлен Станислав, увидев вывеску пункта вакцинации, заинтересовался. Бутай Гайдарович сам проконсультировал молодого человека и его друзей, ответив на все вопросы. Не зря придумали прививки. По истории победили же, правильно же? Благодаря прививкам. Но еще достаточно много людей, кто по каким-либо причинам не хочет делать прививку. Не будете делать прививку? Пока нет. Я не готова перенести ковид, но не знаю я. Затрудняю сказать. Нет, не думаю. Как относится к прививке? Ну, с опаской. Заместитель главного врача по поликлинической сети Елена Зинатулина считает, что люди сомневаются или категорически против вакцинации, потому что в интернете очень много информации, которая не соответствует действительности. Если бы они каждый день присутствовали даже в приемном отделении нашего ковидного стационара или в той же реанимации, наверное, к этому отнеслись более серьезно, когда приезжают достаточно тяжелые пациенты, которые не могут дышать, не могут раздышаться и тяжело переносят данную инфекцию. Елена Валентиновна тоже приехала в торговый центр на вакцинацию. Ее температура и другие показатели в норме, состояние здоровья позволяют ей сделать прививку. Вместе с ней получил гарантию скорой выработки организмом антител еще один заместитель главного врача в РКБ Константин Хадиков. Вторая фаза вакцинации состоится ровно через три недели. Всего же в Ленинском городском округе уже привились 12 тысяч человек. Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.